Жителям домов, которые обслуживает МУП «Центр ЖКХ», показания по воде и электроэнергии нужно будет сдавать с 22 по 25 число, а оплачивать услуги до 10. Причины перехода на систему расчёта месяц в месяц – большие кассовые разрывы. На текущий момент наши абоненты, наши жители оплачивают за потреблённый ресурс месяцем позже. Это касается только тех, у кого есть индивидуальные приборы учёта – холодной воды, горячей воды и электроэнергии. То есть за объём, который они потребили у нас, например, в январе, расчёт производится в феврале, и оплата, соответственно, произойдёт только в марте месяце. Восстановление правительства Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг собственникам чётко говорит о правах и обязанностях потребителей, что при наличии индивидуального либо коллективного прибора учёта абонент обязан передавать показания приборов учёта не позднее 25 числа расчётного месяца. В момент, когда произойдёт переход с одного типа расчёта на другой, потребителям придётся одновременно оплатить услуги за два месяца. Это будет касаться только горячей, холодной воды и электричества по счётчикам. У тех, кто оплачивает ресурсы по нормативам, ничего не изменится. Например, двухкомнатная квартира, в которой зарегистрированы три человека, достаточно приличный объём потреблённого ресурса, 6 кубов горячей воды, 9 холодной. В среднем у них вырастет начисление на 750 рублей и электричество 160, то есть в среднем рублей на 900. Женщина одинокая одна в однокомнатной квартире увеличится на 300 рублей, то есть расчёт, но это только один раз. Саровчане, имеющие право на льготы, переживают, что изменится сумма и процесс получения ежемесячной денежной компенсации. Так как сумма ЕДК в любом случае по счётчикам проходит месяцем позже, а жители уже, пенсионеры, всё это знают, то есть в месяце, в котором будет следующим после выставления данного объёма за два месяца, льгота им будет пересчитана. Из-за большого количества обращений и вопросов от клиентов переход на новую систему расчёта произойдёт не в марте, как анонсировалось, а позже. Информацию о точном месяце, когда изменения вступят в силу, сообщат заранее на оборотной стороне квитанции.